В очередной раз приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть, ну или лучше сказать, проходить террарию. На повестке дня у нас ограждение нашего мира от багрянца. Ну, когда мы перейдем в хардмод, он начнет резко распространяться и может поглотить полностью наш мир. И нам лучше всего было бы оградить сразу же его от нашего основного мира. Также я хочу сделать ботиночки терраискрометные. Ну и посмотрим, что-нибудь еще добудем. Победив еще несколько глаз ктулху, я выбил бинокль, с помощью которого мы можем увеличивать дальность обзора. И сейчас я дострою железную дорогу в правую часть карты. Максимально неинтересное и скучное зрелище, так что я полностью это все вырежу. Так же как и строительство туннелей, с помощью которых я буду ограждаться от багрянца. Так что вы увидите только результат. Хотя можно сделать такой ускоренный монтажик. Я сейчас попробую это сделать. Картину с гоблином и механиком, для которых мы построили дом, мы повесим к ним в дом. Вот так-то лучше. А сейчас я приступаю к строительству. Картину с гоблином и механиком. Решил глянуть, что тут происходит на вечеринке. Какие-то шарики можно купить и прочее. Также можно купить пиньяту и из нее выбить определенные вещи. Но ничего интересного, выпал бекон и флакон, используя который, из врагов при ударе по ним будут выпадать конфетти. У Дриады купим катки для растений и сделаем теплицу. Но сначала доделать бы железную дорогу. Так что приступим. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Мы сделали это. Осталось построить какую-нибудь станцию. И все. Маленькая, простенькая, конечная станция. Да, это заняло у меня много времени. Ну не постройка вот этой вот конкретно станции, а всей железной дороги. И нам еще придется ее как бы обустраивать. Потому что, ну, что это такое просто железная дорога? Надо еще платформы, надо еще поставить каменные плиты. В общем, надо облагородить это. А сейчас я проедусь от одного конца до другого. Ну, там мы не достроили, там данж. Сейчас вам покажу в быстрой переводке. Согласитесь, выглядит прикольно. Так, еще мы можем добраться до любой части карты. Ну, подземной части карты. Очень быстро. Вот такая вот огромная железная дорога получилась. Вот, это на маленьком мире. Представьте, насколько это долго, насколько долгое было бы строительство на большом мире. Сейчас бы сделать искрометные терреботинки. Но для этого нам нужно найти два артефакта. Артефакта, говорю. Это не сталкер. Найти два аксессуара и один выбить из чертика в аду. Ну, надеюсь, в этой серии я это сделаю. На ютюбе смотрел видео с седами, где можно найти вот эти вот всяческие предметы. Оказывается, в новой версии седы отличаются. То есть, по видео смотришь, все как бы одинаково-одинаково, потом начинаются различия. Так что нужно смотреть на конкретной версии. И тогда все можно найти. А то я поначалу ходил, бродил, ничего не находил. Особенно с вот этим вот... Особенно с песчаной бурей в бутылке. Поэтому у меня и не получалось найти. Видео было, у меня не было. Потому что версии отличаются. Зато я нашел палочку, с помощью которой мы можем сделать листья. И теперь у нас крыша из листьев. И это... Хотя это вообще не похоже на дом, но... Ну, точнее, на дом-то похоже. Это не похоже на дерево, как я задумывал. Ну и ладно. А сейчас мы отправимся строить теплицу. Где мы будем выращивать полезную культуру. Из которой мы будем делать зелье. Располагаться оно будет недалеко от дома. Между нашим домом и пустыней. Так что нам нужно выровнять тут всю местность. Выровнять выровняли. Теперь приступаем к основной постройке. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, вот такая вот получилась постройка. Здесь и будут располагаться все семена. Я их притащу со склада. Вот так вот в конечном счете все выглядит. Я посадил все, что у нас было. А сейчас мы будем приступать к уничтожению багрянца. Ну, точнее не уничтожению, мы просто его отделим. То есть, левую часть, там где океан, пусть он захватывает. А вот где снежный биом, мы его огородим. В такой небольшой кубик. У странствующего торговца покупаем мастерок. И скоро мы сделаем новый аксессуар, который объединит в себе 4 аксессуара. И все 4 мы покупаем у странствующего торговца. Во время поиска амулета лавы я нашел интересную удочку. Которая как бы хуже нашей, но все же интересная. И в том мире мы ничего не нашли. В очередном мире мы находим ботинки хождения по воде, которые необходимы для создания терроботинок. Уже в своем мире находим пчелиную вагонетку. Окей, для коллекции пойдет. Победив очередную пчелу, мы получаем медовые очки. С помощью которых мы можем призвать себе пчелу, на которой мы можем летать. Но она летает не так уж и хорошо. Очень быстро выдыхается и не может лететь строго прямо. В аду же находим моего любимого компаньона. А именно детеныша беса. В общем я исследовал весь ад. Как же мне надоело эта кровавая луна и то, что противники способны во время этой самой кровавой луны открывать двери. Так что я просто забаррикадируюсь и буду сидеть дома. А вот и маленький бесенок. Очень маленький и очень миленький. Пути-пути вон зевает. Надо сделать механические двери, чтобы никто кроме меня не смог попасть в мой дом. А то ходят тут. Ну что ж, приступим к отделению багрянца от нормального мира. То есть до хардмода он вообще не распространяется. Очень хорошо распространяется по пустыне. Может вообще ее большую часть поглотить до хардмода. А остальные биомы он не может захватить. Так что я его отделю посредством, ну просто прокопаю туннели. И тем самым он не сможет перебраться к нам. И надо строить туннель где-то примерно 4 блока в ширину. То есть он способен перебрасываться на расстоянии в 4 блока. Так скажем. И еще и не знаю насчет стен, так что я еще и стены удалю. Но перед этим я решил изучить поверхность. Чтобы полностью она была изучена. А кирку зачарим, ну хотя бы хоть сколько-то скорости. Прибавим ей. Ну что ж, приступим. Также добудем адский камень и сделаем адский молот. Продолжение следует... Ну что ж, одну скважину мы пробурили. Теперь осталось еще где-то 3 таких скважины. Но я вот первую скважину, которую мы пробурили, я ее немножко потом видоизменю. Видоизменю. Совпадение или нет, но вторую шахту мы будем копать также рядом с метеоритом. Потому что она на... Это... Метеорит упал второй раз на границе с багрянцем. Так что нам придется копать через него. И здесь я увидел краем глаза нимфу, из которой выпадает металл детектор, который необходим для создания технологии гоблинов. Крафтится он из металл детектора, счетчика урона и секундомера. И все у нас есть. И теперь у нас еще больше информации на... Ну, в правой верхней части экрана. Кстати, я еще одну могу заметить, что метеориты падают там, где нет сундуков. Так что, чтобы они не разрушили наши постройки, надо рядом с ними ставить сундуки. Так что, рядом с каждым туннелем у меня будут сундуки стоять, чтобы метеорит не упал. А я продолжу копать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все. Эту дырку я сделал. Теперь эта зараза вообще не сможет пройти. А вторую мы вот так вот отделим. То есть, вот такой вот будет квадрат. Так что, первую дырку я мог и не копать до самого ада. И вот опять начинается эта прекрасная мелодия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Вылезая из этой шахты, первым что я вижу, это то, что вечеринка закончилась. Как-то неудачно я вылез. Так, что мы по итогу имеем? Вот здесь будет у нас багрянец. То есть дальше вот этого квадратика он никуда не выйдет. То есть мы его запечатали тут. А второй получается полностью займет левую часть вместе с океаном. Но дальше левой части он никуда не денется. Так что можно сказать, что мы победили багрянец. И теперь наш мир в безопасности. Главное не ставить вот между этими туннелями блоков, которые способен поглотить багрянец. А то он возьмет и переправится на другую часть. А так я его вообще не смогу победить. Все, Дриада может спать спокойно. Хоть мир и заражен на какой-то там процент, но дальше этих процентов он не заразится. Теперь вы можете звать меня Чумным Доктором от Мира Террарии. А наш садик тем временем, небольшими темпами, но продолжает развиваться. Довольно-таки много получилось геймплея, так что я разделю видео на две части. И мы увидимся сразу же в следующей части. Так что до скорого!